Ребята, всем привет! Новый влог! Ура! Почему я так радуюсь? Я не знаю. Я накрасилась. Вивиана там лежит, маленький чупакабрик. Желчка, почему ты? Какая милая собачка? Она такая милая, почему же такая милая моя собачка? Лапочка, мамина. Мамина лапочка. Неземная. Ла-ла-ла-ла. Пушистик. Та-та-та-та-та-та. Ла-ла-ла-ла-ла. Знаете, как я Виву иногда называю? Собачуркой. Поняли прикол? Собачурка. Смешная моя собачка, мой маленький гномик. Мама, обожаю твои смешные зубики. Ла-ла-ла-ла. Креветка смешная. Фрикателька. Ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла. Уже 4 часа, я ничего еще не ела. Ой, потому что я проснулась, открыла видос, но зато я попила кофе, чай, накрасилась. Я решила не показывать вам сегодня, как я крашусь, потому что вчера это было, и что, каждый раз одно и то же, что ли? В чем я буду? Как всегда, в черных джинсах. У меня больше нет джинсов нормальных, которые мне по размеру подходят в данный момент моей жизни. Хотя-то хочется что-то другое надеть, но... Кстати, что за погода? Погода говно! Ла-ла-ла. Настроение смешное. Что надеть? Блин, меня так бесит. Иногда мне хочется что-то секси надеть. Ну, типа, чтобы я такая, вау, Чика, привет. А потом я такая думаю, ай, да нафиг надо. Можно водолазку надеть черную. Да, где она? Где моя водолазка? Черт возьми, где моя черная водолазка? С горлом. Я ее хочу, я решила. А! Нашла! Собачка смешная. Моя неземная. Итак, я уже надела черную водолазку, но еще не сделала прическу и все такое. В общем, еще есть хорошие криковки. Не знаю, сколько яиц сделать. Два, наверное, мне хватит одной. Слава сегодня утром уехал. Вечером вернется. Пробки уже, конечно, большие. Ехать уже для тебя. Впрочем, как обычно, центр, все такое. Так, если сейчас полпятого, а в 6.30 сбор гостей. Так, что делать с волосами, я не знаю. Но, мне кажется, я склоняюсь к какому-нибудь хвостику. Ну, короче, к убранным волосам. Но мне пофиг, на самом деле. Я не хочу воображать. Несмотря на то, что это премьера. Ну, то есть я все равно не пойду ни по каким красным дорожкам. Что-то вообще он у меня такой странный получился. Все, он почти готов. Сейчас мы попробуем мое творение. Вообще, я обожаю омлет. Просто обожаю. Это одно из моих самых любимых блюд. И самое главное, что нужно знать, что я обожаю его с хлебом. Это вкусно. Это получилось очень вкусно. Соли столько, сколько надо. Перчика столько, сколько надо. Короче, если вдруг этот влог выйдет короткий, значит, такая судьба была у этого влога. Потому что я решила так. У меня бывают дни насыщенные, где много мы болтаем и все такое. Но мне надоело, когда в видосе очень много я болтаю на одном месте. Потом на другом месте очень долго болтаю. Поэтому иногда хочется каких-то динамичных таких, знаете. Типа я тут быстренько поела, быстро накрасилась, одела. Все, я уже в кино. Ну, типа вот такого, знаете. По чуть-чуть с каждого места снимать. Мне несложно смонтировать долгое видео, потому что вот сегодня, например, видео вышло 43, по-моему, минуты. И там все кайф. То есть, понятно, я вырезала что-то. Поэтому иногда так получается. Иногда на 20 минут выходит. В общем, как карта ляжет. Я просто думаю, что не нужно ставить какие-то рамки себе. Типа снимать видео только 40 минут или только 30 минут. Если получается 20 минут, то, ну, значит, 20 минут. Хотя все равно мне сложно психологически оставить видео 20 минут. Я лучше дома похожу, типа поболтаю, покажу вам что-то. Ну, то есть, из такого, знаете, разряда. Потому что я сама, мне самой приятнее будет потом пересматривать это видео, если оно будет дольше. Я буду что-то еще рассказывать. Вот так. Мне так нравится наша собака, которая уже поняла, что не нужно прыгать и вести себя, как сумасшедший щеночек. И выпрашивать еду, которую тебе точно не дадут. Она просто лежит вот здесь. Тут у меня омлет. А тут Вивьена. И она просто лежит, урчит себе что-то там. Маленький, нельзя тебе. Мама очень хочет тебе дать. Мама тебе все хочет отдать. Но потом мама будет саму себя винить. То, что повелась на твои сладкие глазки. Ну, мой малыш, я так тебя люблю. Мои лапки нежные. Господи, я прям чувствую, как она меня своими лапочками захватила. Типа, видите, она прям обнимает мой пальчик своей лапкой. Мой маленький человечек. Мама тебя любит. Я понимаю, что родителям быть очень сложно. Конечно, вы опять подумаете, что я сумасшедшая. У меня же собака, он не ребенок настоящий. Но даже вот в таких моментах я понимаю, что когда я ей в чем-то отказываю, в какой-то вкусняшке, в лакомстве, в какой-то еде со стола нашего, там, человеческого, я это делаю через силу. Потому что я хочу ей дать все на этом свете. Я хочу ей дать все, что она хочет. Но я понимаю, что если я ей сейчас дам тот же омлет, я не знаю, что с ней будет. Потом ее рвать начнет. Или у нее там стул будет не очень хороший. Или вообще плохо ей пипец как станет. Поэтому я понимаю, что это очень тяжело. Села почитать комментарии. Буквально сейчас у меня есть, не знаю, 2-3 минуты. И увидела коммент, что типа Юля... Где он был? Где он был? Комментарий. Юля во всем пытается унизить Карину. Совершенно этого не понимаю абсолютно. О чем идет речь. Потому что, ну, я так не считаю. И я даже не понимаю, о чем люди говорят. Кто что-то такое замечает, либо считает так, то напишите в комментариях. Потому что мне кажется, что нет. Как минимум, я не преследую никогда такой цели унизить Карину. Наоборот, я считаю, что она молодец. Есть моменты, за которые я ее ругаю. Но она сама об этом знает. Например, я долго жду влог с Мальдив. Но я понимаю, что у нее куча просто всего, что нужно смонтировать, все такое. Но есть моменты, за которые я ее ругаю тоже. Так же, как и она меня. Но унижение, ну, я не знаю, мне кажется, это слишком громко сказано. Унижать, ну, типа нет. А еще знаете, что я поняла? Кто, ну, смотрит мои видосы, я в Louis Vuitton покупала себе, ну, не платок, а такую... Как это назвать, даже хрен знает. Типа повязочку, которую можно привязать к сумке, там, на шею, к волосам, в косичку вплести. В общем, такая тоненькая, не сильно длинная. Ну, короче, не платок, но что-то такое. Я постоянно думаю, где бы мне это использовать. Так будет классно? Классно, конечно, классно. Опа! Конкретней завязала. Вот знаете, что мне нравятся вот эти короткие бенбеси? Выглядит прикольно. Вроде как здесь хочется завязать этот самый... Бант. Ну, сейчас я его завяжу, и будет убого. Я знаю. Я это уже и проходила. Уже как-то пробовала. Видите, какая-то фигня получается. Такая вот, мама, просто... Хотя, вроде бы... Ну, короче, нет, просто завязать надо нормально. Может, на два раза обкручивать. Ну, почему я непрофессиональная прическа? Стилистый. Блин, торчит. А так красиво. Короче, нужно эту хрень поддеть куда-нибудь, и будет нормас. В общем, извиняюсь за то, что темно, но на улице темно. Погода виновата. В общем... Вы меня даже не видите. Забейте вообще, выключайте на этом моменте. В общем, я сделала хвостик. Все-таки завязала себе этот типа бант. Это было очень сложно. Я уже думала, что психану. Но я выдержала. Надела пальто. У тебя тоже пальто, да? Я увидела и решила повторить, потому что я тебе завидую. Подруги! Не, на самом деле, я бы, наверное, надела не пальто, а пуховик. А потом подумала, блин, ну что-то я действительно приду на премьеру. Там будут все ходить такие нарядные, а я буду в пуховике огромном. Ну, как бы слишком уж... Не, я хотела что-то другое надеть. Я думала, шубу вообще надеть. Но потом подумала, дождик нафиг шубу надевать. Так что я в пальте. Кстати, ааа! Смотрю я историю с Сережей Хаусом. Он такой, сегодня последний день осени. Я такая, ё-моё! Зима завтра. И я бы об этом... Вот вы говорите, зачем блогеры что-то публикуют про снег, что снег выпал или что-то? Так я только от них и узнаю. Да, мы вообще аж в календарь не смотрим. Мы даже не знаем, какой день недели. Через 27 дней у меня день рождения. Я-а-а! Я не знаю, мне вообще не верится. Сколько тебе лет? 22 будет. Все же знают, что я тебя старше на год и три месяца. Так. Просто знайте, если что. Как мне общаться со всеми людьми, которые младше меня? Нормально. У меня парень младше на год и два месяца. И Юля тоже, ну, на год и три. Да, Оск меня старше на пару месяцев где-то, да, получается? Это единственное, ну, вот у меня Маша, сколько, я не знаю, ей сейчас сколько будет? Ну, с Машей вы ровесницей, мне кажется. Да, но я, получается, все родно ее старше. Поехали. На два месяца. Опять я буду в этом блогере поехать, поехали. Как будто я сама не вижу, Лея. Я не знаю, почему, это нормально вообще, я не знаю, когда ты сам водитель и садишься в машину к другому человеку на пассажирское место, ты сразу такой думаешь, так, он ничего не понимает, он не видит, что едет слева, что едет справа. Я даже с мамой. Я маме говорю, ой-ой, там, смотри, ой. А он такая, ну, ученика, 20 лет я за рулем, ты как думаешь? В общем, болтали всю дорогу про всякие, там, мечты наши, жизнь дальнейшую, всякие деловые моменты, взрослые жизни даже обсуждали, там, про быт, про квартиры, про ремонт и про бизнес. В общем, столько идей, я обожаю такие болтовни. Взрослые разговоры. Обожаю. Мы уже приехали, ехали достаточно надумал, да? Но сейчас мы уже пойдем внутрь, да? И будем смотреть, что там, как там, как настроенится. Вот сюда мы сейчас пойдем, на Арбате, может, кого-то встретим. В общем, мы уже в октябре встретились с Кариной, с нашим бывшим менеджером, с которым мы лет пять, наверное, здесь они больше работали. Сколько? Мне кажется, три. Ну, все равно, Кариночка наша любимая, на самом деле. Да, она такая классная. Она реально очень классная и человек хороший, но... Здесь развод, мой хороший. Здесь разводит, но мы за нее очень рады, потому что она родила ребеночка, поэтому, как бы, еще она перестала быть прям менеджером. Вот, а мы сейчас пришли брать попкорн, напитки, в общем, все, что по кайфу. Получили свои билетики. Так, что будем брать? Нифига, ты сам себя насыпаешь? Брат, я сейчас с ума сойду. Сам себе насыпаешь. Можно себе в сумочку засыпать. Как бы просто сам себе насыпать. А можно не насыпать. Ну, мне главное, чтобы он был вкусный. Так, ты будешь попкорн даже? Я хочу сразу оправдаться. Да нет, что, сюда я буду, потому что не представляю себя кинотехнику. У Доланы так редко ходишь в кино, можно уж. Нельзя всегда себе во всем отказывать. Что делаем? Я очень давно хочу карамельный какой-нибудь тоже. Нет, это слишком для меня. Я буду соленой обязательно. Ну, тогда большой соленый берем. Со двоих один? Ну, а что? Или два средних? Нет, ну давай возьмем, да. Нормально. Ну, можем два средних. Просто у кого-то у одного, а кто-то у нас брать? Ну, давай два средних возьмем, чтобы не мучиться. Но это капец, какая неэкономия. Да? Тогда большой берем. Сами насыпаем. Да нет, вот же стоит. А вдруг они тухлые? Блин, ну я не знаю. Воздушный период от Эльзы. А это карамель, например. Блин, это карамель хочу. Можно засунуть руку и попробовать? Видишь, пробую. Чисто, ну, такая-то аккуратная. Соленый? Хороший? Ну, не горячий. Ну, горячего тут и не будет. Только если туда подходите, говорите, насыпь мне горячий или... И то не факт, что насыпят. Большой с Эльзой. Давай, братан. И в сумочку, в сумочку. А, и в сумочку. Я всегда мечтала это попробовать. Возможно, я неправильно насыпаю. А мне кажется, ты идеально насыпаешь. Я бы до этого не додумалась. А мне того чувака, который перед нами тут насыпал. Он все рассыпал, нахрен. Давай еще. Еще сказала. Ты платишь за это деньги. Еще с горкой. Ну, а, хватит. А давай сравним. Иди сюда. Ты насыпала больше, чем они нам дают. Поэтому, ребята, лайфхак. Я все-таки маленькую караменьку возьму. Реально? Да. Сейчас фильм пропустим нафиг. Тимура речь. Ну, уже семь, наверное. Но она сказала опоздание. Буду по-любому. Все примеры с опозданием начинаются. А где касса? А дальше даже? Да. Там еще очередь. У тебя все получится. Давай какой-то дяденька. Ну, ладно. Молодец. Я не похожа на маленькие мозги. Маленькие мозги. Реально. Можешь сказать. Вода, кола. Вода, кола. Кстати, знаешь что? Я как-то об этом рассказала в сторис. Типа, что за фигня? Они бы хотя бы скрывали, что они с водой мешают. А оказывается... Смотри. А, нет. Не то. А оказывается, короче, что это кока-кольный сироп и вода. То есть, это не кола с водой так размешана. Это специальные кинотеатрские кока-колы. Так, где крышка? Так, ну что ж. Все, мы уселись. Взяли по корню. Воду, колу. Тусовка начинается. Прикольный фильм. Именно из-за того, что... Мне очень нравится Тимур Бекмамбетов тем, что... Капец. Человек из... Ну, СНГ. Из Казахстана. Из России. Снимает фильмы с американскими людьми. Тут вообще у него в фильме Бенедикт Кембербэтч. Смотрела интервью Тимур Бекмамбетов? Да. Да, я смотрела то, что он, получается, уговорил Анджелину с ней встретился, сидел с ней в кафешке. Мы знакомы с этим человеком. Это так круто. Я говорю, что я с Анджелиной Анджелиной знакома через одно рукопожатие. Прикиньте. Причем нам наш менеджер сказала, Карина, что типа он хочет с нами сфоткаться в конце, чтобы мы не уходили. Он сам, ну, как она сказала, изъявил желание с блогерами встретиться. Может быть, даже назвал, нас не знаю. Это так круто. Мы реально с ним знакомы, а не что он там типа, ну, блогеры какие-то. Интервью? Ну, интересно. Мне было очень посмотреть. Особенно про дом Уолта Диснея. Это шок, на самом деле. Это большие деньги. Они там обсуждали фильм, в котором мы снимались. Фильм показали в Торонто в 2017 году, в сентябре. И он в целом понравился критикам, потому что в нем была звездная мощь, в нем был оскаровский сюжет, в нем был драматический конфликт, и при этом в нем была античная трагедия. В общем, в нем было все, чтобы дальше двинуться за призами. Но продюсером этого фильма был не только Тимур Гермамбетов, но и Харви Байнштейн. Кстати, не путайте никого из них с российским продюсером. Тимуром Байнштейном. Спасибо за сказать. Вот поэтому фильм лег на полку на целых два года. Вот. Но, как это часто бывает, на этой неделе всех спас Мартин Скорцезер. Он был номинальным продюсером этой картины, и выяснилось, что у него есть право финального монтажа. Именно благодаря этому праву фильм в итоге выходит в прокат в той версии, в которой его задумал режиссер. А не в той версии, которую перемонтировал где-то там Харви Байнштейн, которого в Голливуде за любовь к монтажу прозвали Харви «Руки-ножницы». Так что в итоге фильм выходит в прокат, и он одновременно является такой образцовой голливудской биографической драмой про амбиции семью, про жертвы и стремления к успеху, про выбор между этикой и достижениями, про пассионарных изобретателей. Итак, закончился фильм. Тимур Бекмамбетов. Близо, близо, потому что у меня отец был энергетик, брат был энергетик, и я сам учился в энергетическом студии два года, пока меня не выгнали. И для меня энергетика – это то, что я помню, сколько я себя помню, я помню слова турбина, генератор, все, что здесь звучит, напряжение, постоянный ток, переменный ток, это все воспоминания моего совсем раннего детства. Закончился фильм, все было офигенно, фильм классный, смотрели, правда, с субтитрами, оказывается, так и надо по-хорошему, чтобы мы слышали настоящие голоса актеров. На примерах так типа делают, но это наша первая премьера субтитрами, на английском. Сейчас мы зашли в кофе-манию, чтобы взять кофе и поедем домой. Да, это почти то же самое, что ты пьешь на… Карамель Макиядо? Ага, просто с ней. Ты гонишь. Здравствуйте, мне тут стоит, вы, пожалуйста, готовите. Можно, пожалуйста, мне, к тебе? Тоже. Спасибо, я с тобой. Фильм мне очень понравился, очень классный, я вообще считаю, что нужно как можно больше снимать таких фильмов, чтобы люди узнавали о таких классных изобретателях, которые сделали электричество, камеру, телефон. В общем, обязательно посмотрите как минимум трейлер этого фильма, я реально, когда увидел трейлер в кино, я сразу знала, что я обязательно пойду на этот фильм. А потом, когда еще меня позвали, например, я была безумно рада, потому что видеть фильм первый, ну, как бы, ну, у меня на самом деле обычно можно, типа, увижу я первый или нет, но все равно было прикольно, потому что мы еще видели с Тимуром Бекмамбетовым, с ним сфоткались, поболтали. Да, вот фоточки наши, вот сфоткались, поболтали, потому что ведь он же нас знает, и мы снимались у него фильмов, причем аж в целых трех, вот так. Ёлки последние, ёлки пять и блогеры, вот, так что считаем мы вообще актрисы, да, ты видела, на кинопоиске страницы наши есть. Да, видела. Все, все, значит, круто. Так что вот, надеюсь, все увидели мой бантик, и никто не увидел, но это тупо, что его на камере не видно, потому что я не должна была его так завязывать. Короче, возьмем кофеечек и сразу погоним домой, без пробочек, самый кайф. В общем, вот уже Карина довезла меня до дома, поболтали, обсудили фильм, мы болтали о том, что мы стали много общаться, кто-то в комментах написал, что, типа, желания наши новогодние избылись, что мы больше стали видеться, дружить, снимать видосы совместные. И мы это обсуждали, то, что реально, ну, в том году мы вообще могли месяц не видеться, не общаться, и пофиг вообще было. А в этом году, наоборот, мы каждый день списываемся, ну, каждый день практически видимся, очень редко, мне кажется, бывает, когда мы не видимся. То есть реально часто, это прикольно. Да. Завтра Карина будет много видосов снимать дома разговорных, и под конец, скорее всего, подъеду я, чтобы поучаствовать в ее третьем каком-нибудь видосе, который она будет снимать, чтобы я за камерой, типа, что-то слушала, болтала. Ну, мы любим такое делать, потому что это добавляет какой-то живости на видео, мне кажется. А ты же сама-то будешь что-нибудь снимать? Я вообще тебя звала ради того, чтобы ты сама себе что-то снимала. Не, не, конечно, зачем мне приезжать просто сидеть за камерой. Вот, тоже думаю, что-нибудь снять завтра у Карины, но пока не решила, что. Но, поскольку это видео завтра будет днем, ну, сегодня для вас уже, напишите в комментариях, какое бы разговорное видео вы хотели бы от меня. Влог сдачи. Ну, да-да-да, это любимый. Кукинг. Кукинг с мамой. Кстати, чёрт жёшь. Ну, типа, я завтра еду к Карине, что мне снять? Кукинг с мамой. Да-да-да, любимая очень тема. Вот, ну, я не знаю, думаю, какое-то разговорное видео, просто не очень хочется снимать ответы на вопросы, потому что мне кажется, что вы и так знаете все ответы на все вопросы. Но что-нибудь предложите, короче, что по кайфу, может что-то обсудить, какую-то тему поднять, либо рассказать что-то. Итоги года. Ну, вот я тоже думала, когда ты сказала про итоги года, я подумала, что это хорошая идея, в принципе, я в том году, по-моему, не снимала такое видео. И в этом же видео можно сказать, типа, какие цели ты ставишь на Новый год. Напишите, пожалуйста, в комментариях, что думаете, буду вам очень признательна, потому что всё-таки видео я снимаю для вас, что вам интересно было бы узнать от меня. Про фильм ничего не сказала, сама дома расскажешь? Да, расскажу дома, наверное, но я сказала, что фильм офигенный, когда мы кофе ждали. А, да. Там комментарии кое-какие дала, так что вот, всё, я уже сейчас пойду домой. Скажи пока. Пока, мой хороший. Ну что ж, ребят, я уже дома, и опять же таки скажу, что фильм мне безумно понравился, очень классный. Единственное, что я немножко расстроена, что я смотрела его с субтитрами, потому что мне абсолютно всё равно на настоящие голоса актёров. Мне приходилось весь фильм сидеть в напряжении, потому что мне нужно было успевать всё читать, а на самом деле там были очень быстрые диалоги, и я понимаю, что я не всё даже успела прочитать, но, несмотря на это, фильм безумно крутой. Я понимаю, что если бы я смотрела фильм не с субтитрами, а, ну, типа, дублированный, да, с переводом, то, наверное, на процентов 10 я бы получила больше удовольствия. Но для вас точно кайф, потому что в кинотеатрах он будет с переводом, конечно же. Но меня это немножко расстроило, но это не сделало фильм хуже, конечно же, поэтому я всё равно очень счастлива, что его посмотрела. Я уже сделала монтаж того, что было до этого момента. У меня здесь всё это время сидит собачка, мой маленький. Смотрите на эту кнопочку. Мы так долго с ней обнимались, когда я пришла. Классная, да, у меня собачка? Кстати, мы давно её не стригли, и мне даже нравится то, что она такая смешная, волосатая, плюшевая моя, как игрушечка какая-то. Посмотрите, какой малыш плюшевый. Видео пока вышло на 22 минуты, и, конечно, меня это не устраивает, но в любом случае я с вами ещё не попрощалась. И сегодня мне нужно будет помыть голову. Я бы хотела курочку пожарить сейчас. Меня абсолютно не волнует время на часах, потому что спать я всё равно не скоро, а жрать охота. Так что предлагаю пойти пожарить курочку. Кто-то в комментариях написал, такой бред, типа, Юля, почему ты не готовишь? Сейчас даже зайду в комменты, но такие некоторые комментарии были глупые. Кстати, мы в кино собирались пойти втроём с Машей, но у Маши сегодня живот заболел, что-то там плохо ей стало, поэтому мы с Кариной вдвоём пошли в кино. Вот комменты. Юля, ты вообще готовишь кушать? Просто никогда не скидываешь ничего? Даже у плиты тебя не видела? Как-то странно. Дофига у меня видосов, где я стою у плиты как минимум даже посмотреть кукинги. Ну, понятно, что кукинги это такое, типа, специально готовим для видео. Потом, правда, это едим скайпом, но в любом случае, ну, как бы, человек, видимо, не смотрел мои недели влогов, поэтому и не видел то, что там я, бывает, стою у плиты. И на самом деле я, ну, в последнее время даже часто стою у плиты, если сравнивать со всем временем, там, грубо говоря, последние три года, потому что, ну, такое себе. Но у меня в последнее время просто надоели все эти, мне давно уже надоели Макдональдсы, но теперь ещё мне надоели братья Караваевы, ну, вот прям надоели, реально. И ходить в кафешку рядом с нашим домом тоже такое себе, потому что я там беру всегда одно и то же. В общем, как-то не знаю, иногда реально хочу приготовить. Вот ещё комментарий, Юль, у тебя появляется второй подбородок, старайся, солнышко, не набрать вес, ты красотка. Я на самом деле никак не препятствую себе набрать вес, я это не делаю специально, конечно же, но и не препятствую, типа, у меня нет такого, так, всё, после шести я не ем. Или так, это слишком калорийно для меня, мне абсолютно пофиг, я ем то, что я хочу в данный момент, сейчас. Просто я немного ем, я не знаю, почему, но действительно, иногда у меня второй подбородок какой-то, не знаю, не знаю, почему так. А по поводу того, что мы с Кариной говорили про путешествия, что нам, типа, надоело много путешествовать, и мы стараемся больше оставаться в Москве. И, понятное дело, ну, мы в том моменте, в том разговоре не подумали о том, что есть люди, у которых нет возможности столько путешествовать. И я это прекрасно понимаю, я благодарна всему, что в моей жизни происходит, даже каким-то сложным моментом, я тоже рада, что они есть, потому что они делают меня сильнее. Слыхали, как сказала. Кто-то начал писать в комментариях, типа, ой, как так, ой, типа, зажрались. Ну, там не так было, конечно, сказано, это я так утрирую, но что-то, типа, вы офигевшие, зажрались, как можно говорить, что устал от путешествий и всё такое. К тому, что, типа, мы супер богачки, постоянно путешествуем, нам вся эта жизнь лакшери надоела. Опять же таки, я безумно счастлива, что у меня столько путешествий, но могу так сказать, что большая часть моих путешествий, наверное, процентов 70, я за эти путешествия не плачу, это моя работа. И если бы у меня не было столько поездок, просто понимаете, в чём суть? Много кто зовёт, и отказать нереально. Ну, потому что ты каждый раз думаешь, ну как, ну, тебя зовут, приглашают, тебе всё оплачивают, тебе нужно просто поехать там по какому-то проекту. Сложно отказать, потому что, ну, знаете ли, да, я согласна, путешествие это как бы не дешёвое удовольствие, хотя я прекрасно знаю, ну, что можно и не за бешеные бабки поехать куда-то отдохнуть. И кто-то написал то, что я никогда там не смогу выехать из своего города. И этой девочке ответили на её комментарий то, что не надо так говорить, всё это фигня, если человек чего-то хочет, он сделает так, что он поедет куда-то из своего города. Я с этим полностью согласна, даже люди, у которых там ничего нет, ну, я имею в виду там в плане денег, да, возможности, если они чего-то хотят, они начнут работать просто как лошади и исполнять свои мечты. Не знаю, как часто люди думают, что мы с Кариной какие-то супер богачки, у нас супер богатая семья, у нас с рождения всё есть. На самом деле это, ну, это далеко не так. И у Карины было видео, в котором она рассказывала, что вообще у них были очень сложные времена в жизни, когда там Карина была маленькая, ну, реально было очень сложно. У меня точно такая же история, потому что в моей жизни тоже, в жизни моей семьи тоже были очень сложные моменты, когда, ну, было очень тяжело с деньгами. Это я просто к тому, что если человек чего-то хочет, он к этому придёт, и у каждого тоже, знаете, своя судьба. Я не говорю, что, типа, кому-то суждено путешествовать и кайфовать и жить шикарной жизнью, а кому-то суждено сидеть всю жизнь в одном городе. Нет, мы сами управляем свою жизнью и своей судьбой. У меня не всегда было столько возможностей, у Карины не всегда было столько возможностей. Мы тоже прошли определённый путь в своей жизни, чтобы эти возможности у нас появились. И не люблю, когда люди говорят, типа, то, что вот у тебя это всё самое, потому что такая крута, тебе просто повезло и всё такое. Отчасти в чём-то, может быть, повезло, и то это, знаете, типа, то, что я появилась где-то там в нужное время, в нужном месте. Я могла не появляться в этом месте, судьба могла сложиться по-другому. Это касательно всего. У меня к вам очень серьёзный вопрос, который меня мучает, этот вопрос к самой себе меня мучает, и поэтому решила задать его вам. У кого из моих подписчиков, из вас, кто меня смотрит, дома две собаки? И как так вышло, что у вас две собаки? Вы сразу взяли двух собак, либо сначала одну какую-то там, сколько-то лет она у вас пожила, а потом вторую? Расскажите, пожалуйста, свою историю такую, если у вас так, потому что я понимаю, что это жесть, брать вторую собаку, это, ну, я не знаю. Так же, как я сомневалась, ну, не то, что сомневалась, а переживала брать, в принципе, собаку, потому что думала, ну как, ей же нужно время уделять, всё такое, бла-бла-бла. Ну, вот эти вот все моменты, гулять, кормить, ухаживать, ну, то есть в любом случае это ответственность. И так же я переживаю по поводу второй собаки, потому что я думаю, а вдруг, а что, вдруг Вивьена обидится, вдруг она будет ревновать. Ну и вот, расскажите, пожалуйста, потому что очень-очень переживаю за Вивьену, что она иногда скучает одна, и так как мы с ней не гуляем на улице, она ничего особо не видит. Ой, не знаю, хотела шпица взять, у кого мини-шпицы, расскажите, какие они вообще по характеру собачки. Когда просишь вчера Юлю в комментах примерить на Вивочку костюмчик, а сегодня во влоге ты видишь Вивьену, в нём сразу чувствуешь себя услышанной, как будто подружку попросила. На самом деле я читаю комментарии, и, конечно, я это увидела, и я ещё в первый день об этом помнила, что у Карины во влоге, она покупала два костюмчика, это же Карина подарила. И я пришла к Карине, и я забыла у неё спросить, типа, какого фига, где подарки? Вот, а потом увидела коммент под первым влогом, и уже, получается, во втором влоге я пришла к Карине, такая, говорю, так, подарки где? Вспомнила благодаря вашим комментариям. Так что обязательно пишите, не стесняйтесь, напоминайте. Вместо ламинирования бровей можно использовать гель-фиксатор. Кстати, я об этом никогда не думала, у меня есть, типа, какой-то там фиксатор, но мне кажется, он уже не работает, мне кажется, он старый, я как-то не покупала, надо сходить купить. Да тут просто жопа динозавра, не знаю, как с этим жить, что с этим делать. Вейф, мама так устала, когда мы уже разбогатеем и наймём себе уборщицу, а? Для маленькой собачки много радостей доставляет одна маленькая пищалка. Что мне нужно? Освободить пространство? Не слышала об этом. Как мы с вами пожарим курочку? В планировке или просто? У меня есть некая проблема. Тут написано, что годень до 1 декабря, а сейчас час 0-2, то есть 1 декабря. Я вот думаю, рискнуть или нет. В принципе, попробовать можно, вряд ли он прям, типа, ровно 1 декабря стух. Но я такие приколы не люблю. Прикиньте, прям ровно в 0-0-0-0 она стухает. Я не знаю. Что-то я очкую, поэтому вжёву. Ну, ладно, значит, не готовлю я второй раз займу. А больше готовить-то и нечего. Ну, если Варя пиццу заказает, ну, я и пиццу не хочу. Вот от курочки я бы не отказалась, но мне не нравится, что она такая липкая. Блин, я не знаю, я просто переживаю, не знаю. Такие вот шутки мне нафиг. Как странно называть себя мамой, не имея детей. Ой, какая паска. Каждый раз, когда мы заказываем пиццу, я съедаю ровно 1 кусок. Потому что я наедаюсь, а на следующий день пиццу я не хочу есть. И это меня убивает, потому что я хочу покушать. Так как сегодня я только днём съела омлет, потом попкорн в кино. А что-то приготовить дома у нас больше ничего нет, кроме пельменей. Ну, курица была, но у нас тухла. В общем, мы, наверное, с вами попрощаемся на этой весёлой волосятой ноте. Пока не знаю, что мы в итоге решим с едой. Либо что-то закажем, либо... Не знаю, что. И, ну, помою сейчас, приведу себя уже в порядок, подготовлю ко сну, доделаю монтаж, загружу видос, обложки, вот это вот всё подготовлю, сделаю, чтобы спокойно с кайфом лечь спать. И, возможно, со Славой что-нибудь посмотрим перед сном. Ну, и лягу спать. Вот, так что на этом всё. Такой вот день. Завтра, возможно, мы со Славой пойдём куда-нибудь покушаем в ресторанчик. И поедем к Карине вечером снимать видос. Не забудьте, пожалуйста, напишите в комментариях, какое видео мне снять у Карины. Ну, и просто дома завтра потусуемся. Не знаю, не знаю пока, что будем делать. Так что всё. Спасибо большое, что смотрели. Люблю, целую, обнимаю. И всем пока.